Ауди Вольсваген 2.0 ТДИ Головку сняли и отправили ее к нам. Это пример того, как запросто можно попасть на деньги, если обратиться к непрофессионалам. Предварительный диагноз вьют форсунки, однако последние находятся в отличном состоянии. Итак, что мы видим? Капнули керосин в район насос форсунки и в подающий топливный канал подали воздух. Как видим, керосин практически струей разлетелся в воздух. Эта проблема оказалась на всех форсунках. Повторю этот момент еще раз. Что ж, будем разбираться, где есть проблемы. Понятно, что с учетом того, что форсунки работают исправно, то эта проблема и явно в самих колоксах форсунок. Переворачиваем головку, демонтируем форсунок. Снимаем первый. Как видим, колодцы головки оказались за втулами. А на самой форсунке свисает лохмоте срезанного резинового кольца. Это говорит о том, что края запрессованной втулки не были обработаны и не был сделан требуемый заход. Снимем уплотнительные резиновые кольца с форсунки, чтобы они нам не мешали. Так двигаются форсунки топлива и так же оно попадает между носиком форсунки и телом головки в отверстие для нее. Снимается подача. Здесь у нас оттекает резинка, а здесь у нас оттекает конус, который уплотняется. Я даю сюда давление и у тебя выскакивает сюда все. Сюда не выскакивай, потому что резинка держит, все нормально. А туда выскакивай. Также мы видим, что если вставить форсунку на свое рабочее место, то мы увидим, что она болтается в шахте. То есть в сопряжении конуса и упорного седового форсунки на дне колодца нет герметичности. Проверим этот факт. Так что намазали. Отпускаем шахту. Крутим. Достаем. Как биомаркер на месте, так и есть. Можем взять аналогичную головочку и сделать то же самое на аналогичной головке. То есть мы берем, вставляем сюда, делаем то же самое. Достаем. Мы видим, что вот здесь вот возле... Да, вот видно белое форсунки. Здесь достаем точно такая же головка. Более подробно рассмотрим шахту форсун. Как мы видим, в колодце частично восстановлено посадочное место. Не по всей длине, а лишь несколько сантиметров. Гильза из металла очень толстая. Что самое интересное, она не перекрывает всю проблемную обувь. Ниже загильзованной шахты четко просматривается набой от нижней резинки форсунки. И вот сама причина, почему форсунка не ставилась, как и положено, в свое гнездо, оказалась банально проста. Вот этот конус должен быть 7 миллиметров, а здесь его выполнили что-то около 4. Все это, конечно, вполне исправимо. Проблем перекусить косяки мастеров в колодке для нас нет. Оценили стоимость работ, согласовали ее с клиентом. Однако все оказалось гораздо хуже. Когда приступили к разборке головки, выяснилось, что посадочные места, толстым стаканом с большим натягом, эти горе мастера просто разломали. На всех колодцах, в тех или иных местах отчетливо видны длинные трещины. Варить и восстанавливать колодцы, конечно, можно, но стоимость подобной работы будет невероятно высока. Поэтому головка отправляется в утиль. Искренне жаль клиента, которому из-за кривых рук приходится выбрасывать головку. Это один момент. И другое, что все эти косяки ему пришлось оплатить из собственного кармана, даже не подозревая о них. Плюс работа мотористов, запчасти, расходники. Одно могу только добавить, будьте бдительны при выборе мастеров механика. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. Продолжение следует...